Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о девятой главе книги «Деяния апостолов». Девятая глава содержит рассказ об одном из важнейших сюжетных поворотов во всей новозаветной истории об обращении Саввла Тарсянина. Мы видели с вами, что Саввл одобрял убийство Стефана, терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин в темницу. И вот здесь, в начале девятой главы, Лука пишет о том, что Саввл, разгорячившись этими угрозами и убийством учеников, идет к первосвященнику и просит у него мандат на то, чтобы преследовать христиан за пределами иудеи, за пределами той территории, где религиозная жизнь людей, в первую очередь иудеев, регулируется властью первосвященника. И вот он выпросил письма в Дамаск к синагогам, чтобы тех, кого он найдет последователями этого учения, связав, приводить в Иерусалим. Заметьте, что письма к синагогам, искать последователей этого учения, Павел, простите, еще неправильно его назвать, Павел Псавл, собирается именно в синагогах. Хорошо. Вот, получив этот мандат на то, чтобы это делать, он отправляется в Дамаск. И что-то здесь невероятное с ним происходит. На самом деле, это один из загадочных моментов, которые евангелист Лука описывает довольно скупо. Поэтому история христианской мысли содержит немало попыток разгадать эту тайну, узнать, понять, что же там произошло. Ни у кого из нас не хватает целомудрия оставить рассказ в том виде, в каком он есть. Очень хочется догадаться, что же там было. Ну и, кроме того, людям часто хочется примирить на себя это обращение Савла. Ну и надо полагать, что Лука, собственно, обязательно пишет об этом со слов апостола Павла, скорее всего. А с чьих еще слов ему об этом писать. Поэтому нам надо понимать, что вероятно у апостола Павла есть основания для того, чтобы выборочно, неподряд рассказывать о своих переживаниях. Не менее важно, на самом деле, еще, знаете, обратить внимание вот на что. Это сильно потом, через несколько столетий, христиане полюбят вдохновенные рассказы о своих мистических переживаниях, всякие откровенные рассказы странников и так далее, расписывать свой таинственный опыт восхищения до третьих небес, прочее, прочее. Нет, здесь первый век, здесь об этом не говорят. Даже если иногда Павлу надо упомянуть об этом, он говорит, нет, это не со мной. Сам я нет, а вот знаю человека, который был восхищен до третьих небес. Или, как вот здесь, он не рассказывает, что он увидел, услышал, почувствовал что-то такое, только сказал, свет меня осеял. Традиция обычно говорит о том, что апостол в этот момент размышлял примерно над теми вопросами, которые Филипп и Евнух обозначили в предыдущей главе над верностью и неверностью народа, над страданием Мессии. Но это все догадки. Очень вероятно, что так и есть. Очень может быть. Но все-таки это догадки. Поэтому, ну, следует с уважением относиться к тем умолчаниям, которые мы здесь наблюдаем. А рассказывает Лука вот что, то есть, вероятно, со слов Павла он рассказывает, что Павел увидел некий свет. Ну, конечно, похоже на инсайт, на то, что у него пазл в голове сложился, и слова «Яка овча, введен был он на заклане» соотнеслись с тем, что Павел думал о Мессии. Может такое быть, и весьма это вероятно. Но это все же некая версия. А здесь просто Господь говорит ему, «Савл, что ты гонишь меня?» Вдруг в жизни Савла, который, вероятно, имел такой удаленный, опосредованный опыт контакта с Богом, через молитвенные правила, которые фарисеи как раз в эту эпоху изобрели, ну, чуть раньше описываемых событий, на полвека, может быть. Так что Павла это мы с детства учили, через какие-то еще богословские теоретические построения, трудно сказать. А Бог ему говорит, что «ты гонишь меня!» Это разговор «ты и я». Понимаете? Павел, вероятно, рассказывает Луке и говорит, «Ну, он ко мне обратился и сказал, почему я гоню его, а я не понимаю, у кого?» И вот «кто ты, Господи?» спрашивает апостол, спрашивает Савл, будущий Павел. И вот опять нельзя отвечать человеку на вопрос, который он не задавал. Павел спрашивает, и Лука рассказывает именно об этом, о том, что столкнувшись с непостижимым, с этом светом с небес, с упреком «зачем Павел гонит меня?» Упреком – это голос, который звучит из ниоткуда, и спутники Павла слышат звуки, но никого не видят. И вот тогда Павел спрашивает, «Кто ты, Господи?» В каком-то смысле это тот вопрос, который надо было задать давным-давно. Но в жизни Павла этот момент наступил вот тут, на дороге в Дамаск. На самом деле подобного рода вопросы в своей жизни следует задавать каждому из нас. И часто не один раз. И вот Господь отвечает Савлу и говорит, «Я Иисус, которого ты гонишь, и тебе не выгрести против течения, трудно тебе идти против рожна. Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе пытаться бороться с этим фактом, с тем, что Иисус действительно воскресший Сын Божий, Спаситель Израиля». Савл получил отличное фарисейское образование и воспитание, человек ревностный, поэтому он прямо, четко, сразу, недвусмысленно спрашивает, что мне делать? «Господи, что повелишь мне делать?» Поварок на 180 градусов. Он точно знал, что ему делать. Он шел преследовать христиан. «Что повелишь мне делать?» И Господь говорит ему, «Иди в Дамаск, там тебе скажем». Не в ту же минуту по каким-то непостижимым для нас причинам, о которых опять нежелательно гадать, Бог отлагает постановку задачи для Павла. «Иди в город, там тебе скажут». И Павла, который ничего не видит, у которого свет в глазах померк, вот его уводят в Дамаск. Дальше в Дамаске некий ученик молится и Господь ему говорит, «Анания» обращается снова, призывает к нему по имени. «Савл, что ты гонишь меня?» «Анания» и так далее. Вот Бог призывает своих людей по имени. И Господь ему говорит, «Встань, иди на прямую улицу», такая центральная улица, в Дамаске того времени, и там в некоем доме найдешь торсянина именем Савла. Он теперь молится, сейчас молится. И он видел в видении мужа по имени Анания, и который на него возложат руки, он прозреет. Вот тоже отличие от нашей традиционной культуры, она несовершенно не ведет себя как луковый царедворец, не говорит, слушай, все будет исполнено там с фотоотчетом. Нет, Господи, ты что? Вот я слышал от многих, что он столько зла сделал святым твоим в Иерусалиме и здесь имеет власть вязать призывающих имя твое. Как можно его исцелять? Как можно возлагать на него руки? Как это? Она непонятна. И он из того, что ему известно, не согласен. И все это Богу предъявляет. Видно, что человек верующий, потому что неверующий скрыл бы от Бога это несогласие и действовал бы кое-как. А Анания наоборот предъявляет Богу и говорит, Господи, а как мне с этим быть? Правильно ли я понимаю тебя? Потому что с моей человеческой точки зрения он опасный враг. Зачем же давать ему прозрение? вот и Господь ему говорит, я ничего не перепутал, все правильно, иди он мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. Две важные здесь вещи, то, что Павел назван избранным сосудом Божьим, потом еще эта формулировка в более поздних главах будет звучать избранный сосуд Божий для того, чтобы возвещать имя Божье среди язычников. Так задумано. Павел в своих письмах будет потом говорить о Боге, как о Боге, который избрал меня от чрева матери. И вообще для Павла потом это станет сильнейшим откровением о Боге, что вот он, Павел, был избран от чрева матери для того, чтобы исполнять эту Божью задачу, возвещать имя Божье среди народов, уклонился излиховых ревнителем отеческих моих преданий, быв неумеренным ревнителем отеческих моих преданий, как он пишет. И Бог его остановил, да так, что он ослеп на три дня, остановил на этом неправильном пути и вернул на правильный. то есть вероятно Павел понимает, что в подобной ситуации на месте Бога любой из людей давно бы этому неправильно пошедшему открутил бы голову. и никогда бы этих заблуждений, грехов и вины за гонения не простил бы, а Бог простил. И Павел каким-то образом к сердцу Бога прикасается, к его личности. Вот личное знакомство Павла с Господом Богом нашим подразумевает вот это перенаправление Павла с пути смерти на путь жизни. Для него очень важный опыт. На самом деле подобного рода опыт, конечно, важен для любого, у кого он есть. Теперь второе важное в этом пятнадцатом стихе «Он мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами». Имя мое перед народами. Иерусалимская христианская община так до конца и не поверит в то, что это Божье поручение. Так до конца и будет сомневаться, и будет говорить Павлу «Посмотри, сколько благочестивых мужей, и все они ревнители закона, а ты только вот всех смущаешь». Вот этот конфликт, он будет дальше все деяния до конца чувствоваться. «Ты мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами». Самым недвусмысленным образом замысел Божий сформулирован так, что хочешь, не хочешь, а надо понять, что он собирается возвещать имя свое перед народами. Благая весть о Господе Иисусе Христе не только для иудейского междусобойчика, но для всего мира. Имя его будет возвещаться перед народами. Я еще ему покажу, сколько он должен пострадать за меня. Вначале есть вопрос Анании о том, что Саввл повинен в гонениях, в страданиях и, вероятно, гибели немалого количества христиан. Бог ему говорит, я знаю, но это не твоя Анания забота. Я ему покажу, сколько он должен за меня пострадать. Тоже страшно поучительная вещь, потому что мы с большой легкостью и даже я бы сказал с увлечением рассказываем всем и Богу, сколько должны за свои провинности пострадать другие люди. Мы это знаем лучше и точнее Бога. Анания нет. Бог ему говорит, я сам разберусь, я ему покажу Саввлу, насколько он должен пострадать за имя мое. Ну и вот Анания идет в этот дом, возлагает руки и говорит, брат Саввл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, послал меня, чтобы ты прозрел. И он прозрел и встав крестился, и принял пищу, и укрепился. Вот это крещение становится для Саввла, поскольку он за эти дни уже по-видимому успел все перепродумать, становится таким завершающим моментом его обращения. Хотя потом он еще изрядное время проведет в пустыне, в попытках обдумать, заново перестроить свой взгляд на Бога, на мир, на жизнь. А дальше Лука рассказывает не то, чтобы с иронией, нет, конечно, но все же с некоторой улыбкой о том, что вот этот самый Саввл, про которого знают, что его послали преследовать христиан, сажать в тюрьму, волочь в Иерусалим, вот он приходит в синагогу, он же фарисей, и, вероятно, как это обычно бывало с раввинами, начальник синагоги говорит ему, скажи слово поучение к народу, так как это было, скажем, с самим Господом Иисусом. Павел все время этим пользуется, приходит, может быть, надевает какой-нибудь специальный талит на голову, чтобы было видно, что он фарисей, ему говорят, скажи поучение народу, он выходит, все уже развесили уши, ожидая, как он сейчас будет клеймить христиан позором и другими нехорошими словами, а он проповедует об Иисусе, о том, что он есть Сын Божий, и, в общем, конечно, это вызывает шок, это то, чего вообще никто не ожидал, он не просто нейтрально мысливший на эту тему человек, который не знал, потом поверил и свидетельствует, он человек, который был категорически против действиями своими, не только мыслями, взглядами, действиями, против веры в то, что Иисус есть Сын Божий, А теперь говорит Зам, сколь силен же должен быть его опыт, повернувший его таким вот образом, и все слышавшие удивились и говорили, не это ли тот самый, который гнал во Иерусалиме призывающих имя Сиен, а Саул все более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске. Все свои навыки фарисея и образования и, вероятно, темперамент, насколько мы вообще можем судить о Павловом темпераменте по его письмам и по деяниям, Павел полагает теперь на дело проповеди, проповедуя пока, впрочем, только среди иудеев. Ну, свобода слова вещь шаткая, зыбкая и трудная. Разрешить людям иметь свои мнения, когда мое правильное, следовательно, все остальные ошибки, да, вот такая вот позиция, эта вещь очень распространенная поэтому иудеи, в конце концов, не вынося этих еженедельных, видимо, проповедей Павла, решают, что лучше его убить, пусть заткнется, хотя бы таким способом. но Саввел узнал об этом умысле их. Непонятно, как узнал. Может быть, Бог ему сказал, он же наделил Саввла, в том числе, и даром пророчества. Может быть, некий симпатизант Павла среди верхушки синагоги сообщил об этом, мы не знаем. Знаем только, что Павел узнал об этом умысле, ему пришлось бежать чрезвычайно таким, я бы сказал, кинематографическим способом. Напоминает все это, ну, там, какие-нибудь фильмы моей юности про Фан-Фан Тюльпан или графа Монте-Кристо, потому что во всех воротах стоят вооруженные до зубов иудейские эти самые маджахеды и Павла с высокой башни на толстой веревке в корзине спускают, веревка там перетирается о каменный подоконник. Это очень такое все небезопасное и напряженное эмоционально насыщенное дело. Лука об этом упоминает вскользь, давая читателю возможность додумать, как это было. Но, представьте, он же этот самый Павел килограмм 75-80 весил, да, и на веревке в корзине, корзина плетеная из чего-то там. На самом деле это очень поучительная важная вещь, потому что то, что Павлу удалось избегнуть, это несомненное чудо божье. А совершается это чудо божье божье, вот таким простым образом. Корзина, веревка, там три-четыре брата в верхней комнате или там, может быть, на гребне, стены. И здесь нет сверкания молний, труб ангелов, еще каких-то очевидных проявлений чудес божьих. Но это чудо божье, потому что это воля божья, которая исполняется несмотря на все земные человеческие препятствия. И так в жизни бывает очень часто. Чудеса божьи не обязательно сопровождаются явными апокалиптическими признаками теофании. И чаще нет. Теперь дальше в следующей части, в следующем разделе девятой главы евангелист Лука говорит о том, что Саввл, ну или уже Павел, прибыл в Иерусалим. И его никто не принимает. То есть не вполне корректно было бы видеть в крестьянах Иерусалима той эпохи их восторженных людей, которые доверяют или с доверием относятся к любым непроверенным сведениям. Нет. Нет. Они очень понимают, кто такой Саввл. И им нужно много времени на то, чтобы понять, поверить в то, что действительно с Саввлом произошло вот такое обращение. Потому что ведь иначе как? Если его принять в собрание, он же всех увидит, напишет список, кому руководство церкви, он же может быть всех сдаст, то, что во времена моей юности называлось стукачем. И такие были буквально повсюду. поэтому его боялись, не веря, что он ученик. И только один человек Варнава, который уже встречался нам в повествовании деяний, вот он доверяет, поверил Павлу. Вероятно, он все же был в курсе того, что произошло в Дамаске, и история эта была ему известна, и про проповеди Павла в синагоге, и про то, как хотели Павла убить, то есть он таким образом подверг свою жизнь опасности. И вот он ручается за него перед апостолами, он его взял, пришел к апостолам, рассказал, что он видел Господа, что говорил ему Господь, как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И после этого Павел остается вместе с общиной учеников, пребывал с ними, входя и сходя, смело проповедуя во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Эллинисты, христиане, иудеи из рассеяния. Тоже, в общем, немаловажный элемент сюжета группа лиц. Оказывается, Павел проповедует во имя Иисуса Христа. И некоторые иудеи, в частности, эти пришедшие из рассеяния, как обычно, это бывает гораздо более ригористичное. Люди, живущие в чуждом религиозно-культурном окружении, гораздо более строго стараются придерживаться своих взглядов и обычаев, чем те, кто живут в окружении самих себя. Поэтому эллинисты, скорее всего, были более строгими иудеями, чем иудеи Иерусалима. Ну и вот, в конце концов, Савла отправляют в Тарс. Выпроводили его из Иерусалима. И выпроводили довольно далеко на родину. После этого Лука вот говорит, церкви же по всей иудеи были в покое. Павел как заноза, мешавший этому покою, его отправили в Тарс, и теперь все спокойно. Никто никому никаких претензий не имеет, никакие эллинисты, никого не хотят убить, ходят в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножаются церкви. все хорошо. Вроде бы так, как кажется, и должно было бы быть. Хотя это здесь, в этой главе просто такое благостное заявление. Дальше мы увидим, что за этим, за этой отправкой Савла в Тарс от греха подальше, чтобы быть в покое. стоит некоторое все-таки нежелание разделять с Павлом ответственность за его достаточно радикальные взгляды. В заключительной части девятой главы евангелист рассказывает о двух чудесах, которые совершает апостол Петр, обходя всех, кто обходя всех христиан. Вот 32 стих. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Все разошлись при гонении, многие из них остались жить в самых разных местах, в том числе и в Лидде. Всех этих людей евангелист Лука называет святыми, то есть принадлежащими Богу. Пользуясь случаем, мне кажется, важным подчеркнуть, что наше стереотипное понимание святой это белый, пушистый, совершенный, без изъянов, не ест и не посещает отхожего места. Вот прям такой розовый аки-хирург вообще ни разу не имеется ничего подобного в виду в Новом Завете. Для библейской культуры в целом, для Нового Завета в частности, святой кадош это тот, кто принадлежит Богу. Совершенство и непорочность вероятнее всего будут результатом этого пути, но никак не его начальным условием и признаком. Те, кто дают обет Богу, те, кто омываются во имя Иисуса Христа и называют себя его учениками, принимают Дух Святого, вот они святы, они принадлежат Богу и не принадлежат более никому, что тоже очень важно. Все остальные зависимости, принадлежности и власть над людьми, принадлежащими Богу, призрачны. Кажемость этого мира на самом деле люди, принадлежащие Богу, не подвластны более никому. Поколение мучеников, в общем, засвидетельствовали то, что это так. И вот Петр идет посетить, обойти всех этих самых святых, приходя в одно место, в другое, в третье, наверное, уча, произнося какие-то назидания, преломляя хлеб, конечно же, и там, в Лидде он исцеляет Энея, человека, который 8 лет уже был парализован, лежал в постели в расслаблении. Тоже обратите внимание, что перед нами историческое повествование, а не психологическая проза. поэтому Лука вообще ничего не сообщает о том, что Петр думает, чувствует, переживает. Можем только догадываться, что Петр помолился, знаете, как обычно про исцеление говорят, что он посмотрел в глаза исцеляемому, понял, что тот готов, или помолился, услышал, что Бог ему сказал. не обсуждается. Механизм, технология того, как совершается это чудо, принципиально не обсуждается, потому что чудо не технология. Ну и вот написано только, что Петр говорит этому парализованному, расслабленному, Эней, исцеляет тебя Иисус Христос. И это видели те, кто жили в Лидде и в Сароне и обратились к Господу. И второе чудо, еще более удивительное, это воскрешение Тавифы неподалеку от Лидды, где Петр исцеляет Инея, Яфа или Иопия. И здесь одна из учениц, ученики и ученицы такое же наименование христиан, как святые, обычное наименование. Вот одна из учениц по имени Тавифа, которая очень много помогала ближним, делала очень много, умерла и ее омыли, положили в горницу и призвали Петра. Тоже было бы, наверное, неправильно, не зломудренно гадать, с какой просьбой, какой формулировкой пошли гонцы из Яфа в Лиду. Евангелист пишет только, что они пошли и просили Петра, двое посланцев, просили Петра, чтобы он не замедлил прийти к ним. Это тоже очень важная тема и этой главы, предыдущей, следующей, как с одной стороны Бог и его церковь стараются обеспечить, чтобы воля Божья была исполнена и в то же время никому не выкручивают руки, никому не говорят, что ты должен сделать вон то, только Бог иногда сам, как Анания говорит, пойди сделай вот так, потому что Бог бесконечно уважает чужую свободу и христиане учатся это делать. Ну, правда, прошло две тысячи лет, мы такие двоечники, что не очень научились, ну, правда, часто и бросали этому учиться, но это, тем не менее, важная духовная задача христианина учиться уважать чужую свободу. Итак, Петр идет с этими посланными за ним людьми, и когда он приходит, все рыдают, и все показывают ему эти самые платья, которые им делала Тайвифа, вот, говоря, собственно, о чем? О том, что она умела любить ближнего и делала что-то для других, делала, что могла для других. Вот, собственно, тоже еще критерий святости, если хотите. И Петр, по-видимому, он перенял этот модус виванде у Господа Иисуса Христа, может быть прям сознательно и целенаправленно, может быть как-то менее целенаправленно, но он тоже не хочет, чтобы чудо изумительное было объектом изучения. Ну, то есть, может, предположить, что Петр сам не знает, что Бог будет делать по его молитве, или там не верит в то, что все получится. Ну, как-то это мало. Вероятно, не тот человек Петр, тот Петр, который исцелял не один раз, тот Петр, который ходил по воде, тот Петр, которому Господь сказал, ты иди за мной. Тем не менее, Петр просит всех выйти, снова не находящийся в центре поля зрения, но важный мотив того, что чудо не технологично. Вот он здесь проступает. И, когда все вышли, Петр помолится, встав на колени, молится, и, повернувшись к телу, говорит, Тавиф, встань. И она открыла глаза и села. И он ее поднял, представил всем живой. И опять это сделалось известно, многие уверовали, многие, не все, потому что кто-нибудь наверняка говорил, что она просто глубоко заснула, или что это еще как-нибудь подстроено. на многие уверовали, потому что действительно вот это чудо реально произошло. Снова никто никого ничего не заставляет. Снова никто никому не выкручивает руки. Вот христиане засвидетельствовали, Петр пришел, помолился, Тавифа, которую все знают, которая десяткам людей помогала, умершая Тавифа, вернулась к жизни. Вот она. А дальше поверить или нет, это решение каждого. Ну, тоже нельзя об этом не сказать. Понимаете, вот Господь Иисус и его апостолы, когда происходят какие-нибудь чудеса, они говорят, иди, никому не рассказывай. Вот Господь Иисус один единственный раз язычнику Гадаринскому бесноватому сказал, иди по всему городу и рассказывай, что тебе сделал Бог Израилев. А во всех остальных случаях никому не рассказывай, никому не говори, чтобы никто не узнал. Ну, потому что предполагается, что мы будем прислушиваться к тому, что Господь говорит, как Он к людям относится, а не впечатляться чудесами. Сейчас не знаю, но где-нибудь там с четверть века назад у нас были страшно популярны всякие брошюрки типа православные чудеса 20 века. Ну, или там про что-нибудь еще, там где-то сходит огонь с неба попаляя пятидесятник, его пятидесяток, вот, и спрашивается, а если этих чудес не будет, мы что, Богу верить перестанем? Да, вот, что-то такое поменялось исторически, и сейчас часто мы как раз используем, несколько необдуманно, конечно, мы используем разнообразные чудеса, как свидетельство того, что наше дело правое, и в этом поступаем ровно наоборот тому, как поступают Господь наш Иисус Христос и его апостолы. Продолжение следует...